МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Ситра... ну, то есть просто ДС-4. Автомобиль, который после рестайлинга утратил фамильное имя, но взамен приобрел обновленный дизайн без двойных шевронов и даже надпись «Кроссбэк» на задней двери. Французы полагают, что этого в сочетании снарядной оберткой достаточно, чтобы считать автомобиль премиальным. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понять разницу между С-4 и ДС-4 так же сложно, как между двумя паштетами из гусиной печени. В принципе, это один и тот же набор белков, жиров, углеводов и какого-то количества калорий, но вот этот... Или все-таки этот... Или этот... В общем, один из них называется фуагра. И стоит в десятки раз дороже другого. Будучи фактически тем же С-4, ДС-4 с самого рождения обладал уникальным экстерьером. А после рестайлинга Ситроен в нем не признает практически никто. Разве что в интерьере можно найти знакомые ручки и кнопки. Конечно, ДС-4, особенно конкретно вот этот, очень неплохо оснащен. Но большую часть опций, за исключением разве что материалов отделки, можно заказать и для обычного С-4. Исключение составляет разве что мультимедийная система с жидкокристаллическим тачскрином, которым, кстати, можно управлять и в перчатках, и поддерживающие технологии Миррорлинки Apple CarPlay. Но если на этом основании считать автомобиль премиальным, то вот смотрите, сейчас я просто человек, а вот теперь человек премиум. Изначально в основу ДС-4 была заложена любопытная концепция. Попытка объединить городской хэтчбэк, почти купе, кроссовер и стильный аксессуар. От купе-образия остались задние двери со спрятанными в стойку ручками. Мед когда-то очень давно придумал Вальтер Досилва для Альфа Ромео. Двери абсолютно бессмысленные, потому что, во-первых, сзади места не так много, как в С-4, во-вторых, вот эти окна невозможно даже приоткрыть. На кроссоверность намекает надпись «Кроссбэк», но фактически это означает, что после рестайлинга клиренс просто не уменьшили, то есть по документам он составляет все те же 160 мм. А вот что все-таки отличает ДС-4 от обычных «Ситроенов», по крайней мере, на российском рынке, так это двухлитровый дизель мощностью 181 лошадиная сила. Причем этот мотор еще и невероятно экологичный, отвечает нормам Евро-6. Удивительно, что это придумали те же самые люди, которые гектарами изводят натуральную кожу ради отделки салона. Экология требует жертв, и современные дизельные двигатели, помимо солярки, нужно заправлять еще и специальной жидкостью под названием «Эдблу». Это 32-процентный раствор карбамида, без которого невозможно снизить количество оксидов азота в выхлопе до уровня, который не будет вредить матушке природе. Обычно горловина, куда нужно заливать «Эдблу», находится рядом с основной топливной, но не в данном случае. И тогда возникает вопрос, а где же она? Вот она, под полом багажник. Не сразу и найдешь. Но справедливости ради заправлять туда, что бы то ни было, придется не очень часто. В Ситроене вообще уверяют, что запаса «Эдблу» хватит на 20 тысяч километров. Но здесь может сработать эффект туалетной бумаги, которую ты вроде бы покупаешь в расчете на несколько месяцев, и не замечаешь, как заканчивается последний рулон. В принципе, двигатель может работать и без «Эдблу», но если бак в багажнике опустеет, мотор не заведется. Поэтому для владельца DS4 едва ли не самой важной становится вот эта кнопка. Именно она отключает систему старт-стоп, которая может очень не вовремя заглушить дизель. Впрочем, если своевременно освоить все эти премудрости, то водителя ждет неплохой бонус. 400 ньютон-метров. Этого крутящего момента в сочетании с, наконец-то, шестиступенчатой автоматической коробкой передач i-Syn вполне достаточно, чтобы разогнать полуторатонную машину до первой сотни за 8,6 секунды. Согласен, не рекордный показатель, но куда важнее эластичность, которой обладает силовой агрегат. Особенно ценно это на узких загородных дорогах. Посмотрел, прицелился, нажал... И даже ручной режим коробки не нужен. Разумеется, есть здесь и несколько чисто бытовых недостатков. Например, в USB-разъем невозможно попасть вслепую. Он спрятан под наплывом центральной консоли. А единственное углубление в интерьере, которое похоже на подстаканник, занято пепельницей. Причем пепельница здесь есть, а прикуривателя нет. Ну а подлокотник, который регулируется по длине и высоте, неподготовленному человеку может запросто отбить пальцы. Или, например, вот это пролонгированное ветровое стекло. Оно, в отличие от люка, позволяет хоть изредка любоваться небом. Ну или изредка не любоваться. Но именно из-за вот такой прекрасной вещи плафон уехал слишком далеко назад. И теперь от светильников, честно говоря, мало толку. В принципе, набирается не так уж мало. Но все недостатки, все придирки, которые я могу предъявить этому автомобилю, с лихвой окупаются комфортом. ДС-4 с невероятным вниманием ограждают водителя от любых неприятностей, начиная от шума дизельного двигателя и заканчивая дорожными возмущениями. Впрочем, даже комфорт едва ли способен оправдать цену. ДС-4 стоит как минимум 1 млн 685 тысяч рублей. А конкретно эта машина дороже 2 млн. За такие деньги можно купить и BMW X1, и даже Volvo XC60. Хотя и Фуагра кто-то же покупает. Продолжение следует...